Актуальность жилстройсбережения возрастет на фоне изменений, которые сейчас переживает строительная сфера. Об этом на заседании Ассоциации застройщиков Башкортостана заявил премьер-министр Андрей Назаров. Программа, утвержденная правительством республики 10 лет назад, будет распространена и на другие регионы страны. В целом, отрасль должна адаптироваться к новым условиям. Льготная ипотека закончилась, и это меняет конфигурацию скорости и темпов продаж. При этом власти региона и представители строительных компаний планируют придерживаться набранных темпов возведения жилья. За первое полугодие 2024 в Башкортостане ввели в эксплуатацию 1 миллион 400 тысяч квадратных метров. Это на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, по словам Андрея Назарова, сформированные заделы позволяют решить поставленную ранее руководством республики задачу по сохранению объемов ввода жилья на уровне 3 миллионов 300 тысяч квадратов. Глава правительства республики также остановился на второй волне национальных проектов. Один из них наиболее капиталоемкий – инфраструктура для жизни. В него включены 12 федеральных проектов. Они ставят задачи по комплексному развитию территории, жилищному и дорожному строительству, модернизации коммунальной инфраструктуры. Ключевую роль в их решении должна сыграть Ассоциация застройщиков. В Уфе выявили партию икры форели сомнительного качества. Продукцию производства компании «Форелька» обнаружили на полках магазина «Алга», сообщили в региональном Роспотребнадзоре. По словам сотрудников ведомства, в качестве изготовителя указано предприятие, которого на самом деле не существует. Согласно системе «Меркурий», икра от компании «Форелька» в торговую точку «Алга» не поступала, однако магазином реализуется. В Управление Роспотребнадзора поступило обращение на качество икры. В ходе выяснения всех обстоятельств выявлено, что данное юридическое лицо по адресу, указанному на маркировке, деятельность свою не осуществляет. Невозможно установить, какими лицами и в каких условиях данная продукция изготавливалась. Владельцам магазина предписали изъять продукцию с полок, а жителям рекомендовали не покупать икру от производителя «Форелька», так как нелегальная продукция может быть опасна для здоровья, в частности вызвать пищевое отравление. Материалы проверки направили в правоохранительные органы. Прокуроры выявили в республике свыше 4,5 тысяч нарушений прав предпринимателей за первое полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В частности, допускались многочисленные нарушения сроков и порядка предоставления услуг бизнесу. Например, были случаи необоснованного отказа в предоставлении в аренду земельного участка. Особое внимание по-прежнему уделяют вопросам своевременной оплаты предпринимателям исполненных контрактов. После вмешательства прокуратуры погашено 12,5 миллионов рублей за должности. По материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела по статье 169 Уголовного кодекса Российской Федерации по фактам незаконного демонтажа сотрудниками администрации Октябрьского района города Уфы объекта предпринимательской деятельности, отказа главного врача Туимазинской центральной районной больницы в одностороннем порядке от исполнения шести ранее заключенных контрактов, а также неоплата главы Красноусольского сельсовета работ по договору подряда на общую сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей. Всего в первой половине года прокуроры внесли почти 1300 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли свыше 900 человек, к административной более 140 возбуждено 4 уголовных дела. Аграрии Стрельтамагского района за прошедшую неделю отгрузили за рубеж более 7 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по республике. Башкирскую продукцию закупили Казахстан и Киргизия. Специалисты Россельхознадзора провели все необходимые исследования перед отгрузкой зарубежным контрагентам. Всего было выдано 103 экспортных фитосанитарных сертификата. По заявке экспортеров на выдачу фитосанитарной документации специалистами отдела карантина растений и контроля за качеством зерна и семенного контроля управления отобраны пробы под карантинной продукцией. По результатам энтомологических, гербологических, гельминтологических экспертиз в продукции растительного происхождения карантинных вредных организмов не выявлено. Сельхозпредприятия Башкортостана за прошлый год экспортизировали 472 тысячи тонн зерна. Это вдвое превышает показатель 2022 года. Больше всего аграрии республики отгрузили пшеницы, ячменя и льна. Более 50 законов планируют принять депутаты регионального парламента в осеннюю сессию. 12 инициатив уже прошли первое чтение. Работа над ними продолжится с учетом поступивших поправок, сообщили в госсобрании. Среди них законопроект о запрете в республике ночных наливаек, то есть небольших торговых точек в жилых домах. Еще одна переходящая на осень тема – приводизация объектов речного порта. Это позволит вовлечь простаивающие сейчас объекты в хозяйственный оборот, при этом использовать их будут по назначению для обслуживания судов, пассажиров и грузов. Основную часть запланированных к рассмотрению инициатив готовят к первому чтению. Эти законопроекты касаются вопросов сохранения национального наследия, доступа к информации о деятельности мировых судей, государственных органов и органов местного самоуправления. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Юань, доллар и евро показали отрицательную динамику. Китайская валюта подешевела на 8 копеек до 11 рублей 79 копеек. Американская на 33 копеек, курс 85,78. Европейская откатилась на 67 копеек, курс 92 рубля 85 копеек. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка юаня в банке Новиком за 12 рублей 10 копеек. Продажа в Совкомбанке за 12,40. Покупка доллара в Быстробанке за 86 рублей ровно. Продажа в банке Финам за 87,48 копеек. Лучшее предложение по покупке евро в банке Финам за 94,01 рубля и по продаже в Быстробанке за 95,89. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова